Азербайджан 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 года. Когда подошел срок, время сдачи объекта было снова передвинуто, на конец года. А дальше это уже стало само собой разумеющимся отодвигать завершение строительства. Сначала на июнь, затем на август 2023 года, а потом на начало 2024. Побывав на месте и увидев, в каком состоянии находится стройка, журналисты поняли, что и весной потерявшим свои незаконные жилища, шурнухцам в новые дома вселяться не придется. В качестве оправдания власти приводят сложности с логистикой из-за обрушения дороги и отсутствия источника воды, оставшегося на территории Азербайджана. С логистикой в Армении вообще большие проблемы. А в западном Зангизуре дела совсем стали плохи после того, как участок, построенный в советские времена трассы Герус-Гафан, делающий загиб на территорию Губадлинского района, вернулся в Азербайджан. Вместо того, чтобы попытаться договориться с азербайджанской стороной, армяне начали повсюду жаловаться, пытались натравить на Баку Тегеран, устраивали теракты против наших военнослужащих, но ничего этим не добились. Гордо подняв подбородок, соседи заявили, что не будут ездить через азербайджанский погранпункт, а построят супер-пупер альтернативную дорогу. Построили. Как попало. Точнее, как умели. Весной 2022 года дорога обрушилась. Говорили, что из-за оползня, но она и до обрушения никуда не годилась. По ней должны были ездить фуры из Ирана, которым тоже не хотелось договариваться по-доброму с Азербайджаном. Грузовики застревали на новой альтернативной трассе, портились, и ее долгожданное обрушение решило эту проблему. Мы понимаем, что возить стройматериалы по бездорожью дело сложное. Но если бы армянская сторона попросила, азербайджанская сторона пошла бы навстречу, создала бы условия для подвоза строительных материалов для 13 домиков села Шурнух. Теперь о водоснабжении и оставшемся за границами армении источники, питавшем водой, шурнухские дома. За 30 лет армяне могли поискать источник воды на собственной территории, но они предпочли пользоваться водными ресурсами оккупированных территорий Азербайджана. Это их собственная вина и их проблема. Армения расположена не в пустыне, а в горной местности со множеством рек и родников. Можно было бы за три послевоенных года поднатужиться и хоть что-то сделать за счет собственных ресурсов. Легче плакать и жаловаться, показывая пальчиком в сторону Азербайджана. Летом прошлого года госструктуры порадовали журналистов, сообщив, что в трех километрах от Шурнуха нашли-таки источник воды и уже готовятся к строительству трубы. Но трубы все еще нет. Люди способны подвезти воду к собственной даче с такого расстояния за одну ночь, когда им это очень нужно. А государства, оказывается, нет. Или же ему это не очень нужно.